Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Кашкошница. С вами я, Наталья Петровская, и сейчас я нахожусь в хода в Марфу-Маринскую обитель. Эту обитель в 1909 году основала великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Это моя любимая святая, великомученица. Её жизнь, её смерть для меня являются примером вообще женской мудрости, женской любви ко всему живому. Я, конечно, ни в коем случае не могу, как это сказать, даже осмыслить её подвиг, потому что сердце этой женщины было поистине огромным и безразмерным, добрым. Вообще, я считаю, что доброта спасёт мир, не красота. Мне кажется, только доброта спасёт мир. Я хочу немного рассказать о Елизавете Фёдоровне. Кем же она была и почему она так важна для меня? Елизавета Фёдоровна, принцесса Гессенская, родилась в Германии. Она была внучкой королевы Виктории. Знаете, да, викторианской эпохи, как раз вот она её внучкой была. У неё были очень тёплые отношения с бабушкой. Мама у Елизаветы Фёдоровны умерла в раннем возрасте. Ну, 35, по-моему, ей лет было. Она от дифтерии скончалась, осталось пятеро детей. И Елизавете Фёдоровне пришлось, естественно, заботиться о своих сёстрах и братьях. Ну, можно представить, что это было достаточно нелегко, потому что и папа очень страдал, и бабушка была далеко, ну и вообще. Жили они в крайне, скажем так, строгом воспитании. И как говорила мама Елизаветы Фёдоровны, что кому много дано, с того много и спрашиваться будет. Ну и вот такая была принцесса, которая, собственно, и на принцессу-то особо не похожа, разве что внешностью. Потому что все отмечают, что Елизавета Фёдоровна была потрясающей красавицей. И мы можем сейчас видеть фотографии, уже было фотографии, видео, когда... Ну, настолько она утончённая, изысканная, ну просто писаная красавица. Как же она стала Елизавете Фёдоровной из-за гессенской принцессы Эллы? Элла, её тогда домашнее имя было. Сейчас мы пойдём на экскурсию. Я вам тоже буду показывать, что там есть и как. И подробнее потом расскажу. Не знаю, будет там уместно или нет вести репортаж. Но я потом всё равно всё расскажу и покажу вам всё, что я там и вижу. Вот такой вход. И здесь мы видим храм. И пока вот сейчас весна, цветники не очень яркие. Но поверьте, летом и осенью здесь так красиво. Розы цветут в полной мере. Гортензии. Ещё пока, видите, от весны не убраны сетки. Но всё сделано так изысканно и так душевно, я бы сказала. Вот такой красивый храм тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Елизавета Фёдоровна выкупила этот участок на Большой Ордынке на свои собственные средства. Заложила украшения, взяла деньги в банки, в кредит и выкупила несколько участков. Вот этот дом, в котором сейчас её музей, он так и находился на этом месте. А вот эту церковь построил архитектор Щусев. Как же Елизавета Фёдоровна стала Елизаветой Фёдоровной после того, как она всю жизнь была немецкой принцессой Эллой? Это династические браки. С детства она была знакома с Сергеем Александровичем. Сергей Александрович – это родной брат Александра Третьего. И он был дядей нашего последнего императора Николая Александровича, Николая Второго. Мало того, что она сама стала великой княжной, она ещё и свою младшую сестру, скажем так, способствовала устройству брака между своей младшей сестрой Алекс и Николаем Вторым. То есть её родная сестра стала нашей последней императрицей. Вот такая вот семья, такая вот необычная династия, когда две девочки сразу стали близки к российскому престолу. В девичестве её тоже. Её назвали, кстати, в честь святой Елизаветы, которая была её прабабушкой. И она очень почитается в католической церкви, святая Елизавета, другая. И когда Елизавета Фёдоровна взяли в жёны, так как она не была императрицей, ей не обязательно было принимать православие, поэтому она осталась в своей протестантской вере. Но имя взяла уже в честь другой святой, тоже стала Елизаветой Фёдоровной. Почему Фёдоровной? Потому что вы наверняка знаете, что принимая на себя обязанности и став членом российской царской семьи, всех немецких принцесс благословляли, надо сказать, иконой Фёдоровской Божьей Матери, и поэтому все они носили отчество Фёдоровна. Поэтому вот она стала Елизаветой Фёдоровной. Почему для меня эта женщина так важна? Я вам честно скажу, я как-то не представляла вообще, кто она такая, какая у неё тяжёлая или не тяжёлая была жизнь. А жизнь у неё вначале была очень счастливая. У неё были фантастические отношения со своим супругом. Несмотря на то, что брак был бездетный, она очень много занималась благотворительностью, светскими мероприятиями, привлекала богатых людей, знаменитых, к нуждам бедных. Сама неоднократно посещала разные приюты и заведения, организовывала разные-разные сподвижнические такие движения, которые помогали бедным лучше жить. Более того, нежно любя своего мужа, она всё время присматривалась к его вере, к нашей с вами вере, к православной. И хотя муж не настаивал на принятии православия, но тем не менее, вопреки даже желанию своего отца, Елизавета Фёдоровна через 7 лет после супружества решила принять православие. Что же повлияло на неё так? Ну, во-первых, она, конечно, ей очень нравилась церковь, и она очень внимательно следила за своим супругом, который был очень набожным человеком. И первые мысли о принятии православия её постигли, когда они с супругом посетили Святую Землю. Вот здесь находится дом-музей Елизаветы Фёдоровны. Она здесь жила, и здесь восстановлены сейчас интерьеры. В советское время здесь была поликлиника. И очень-очень красивые интерьеры и музей снимать. Разрешили только несколько элементов. Я вам вот сейчас приложу. Смотрите, но хорошая новость состоит в том, что можно сюда прийти по записи и бесплатно проводят экскурсию за пожертвования. Хотите пожертвовать, хотите нет. Но если вы в Москве или хотите посетить, то я бы вам очень советовала, потому что там есть на что посмотреть. Очень много фотографий, писем. Так, знаете, прям в любое всё пронизано. Поэтому рекомендую. Давайте сейчас посмотрим вообще, как здесь и что. Значит, на свои деньги был куплен этот участок. И здесь такое новообразование. То есть это не монастырь. И это не больница для неимущих. Это что-то среднее, новая форма такая. То есть Елизавета Фёдоровна взяла на себя обязательство, обед, что она будет здесь настоятельницей, разработала устав. Здесь работали другие женщины, женщины от 21 до 40 лет. Планировалось, что дальше они пойдут в другое место. Там планировалось создавать какое-то место, где им поменьше работы придётся делать. Но вот, к сожалению, всего 10 лет просуществовала обитель. Пришла революция. И Елизавету Фёдоровну прямо отсюда, вместе с 19 послушницами, не послушницами, сказал же так, с сёстрами милосердия забрали. Одна из сестёр милосердий, Варвара Яковлева, написала даже письмо-расписку, она там есть в музее, о том, что она готова добровольно за свои собственные деньги следовать за Елизаветой Фёдоровной в ссылку, оплачивает своё пребывание там, но она её не оставит. Елизавета Фёдоровна, конечно, понимала, что их везут убивать. Отговаривала всячески Яковлеву, но та пошла на мученическую смерть, но не оставила Елизавету Фёдоровну. Значит, что здесь вообще было, есть? Здесь были в разное время разные, скажем так, как бы это правильно сказать. Ну, был приют для брошенных детей, были столовые, которые кормили голодных. Во время Первой мировой войны были госпитали, потому что Елизавета Фёдоровна организовала производство протезов и делали протезы. Очень интересно нам показали, как койки. То есть, койки были, каждая койка оплачивал какой-то благотворитель. Он, ну, прямо над койкой такая табличка. И было написано, там, благотворитель такой-то. Можно было этот взнос сделать на месяц, на неделю, на год и оплачивать койку. И каждый, кто лежал на этой койке, видел, кто, благодаря кому он здесь находится, ну, и, соответственно, молился о здравии такого человека. То есть, оплачивалось не лечение именно какого-то конкретного больного, а именно само койко-место. Всё существовало, конечно же, на благотворительность, плюс очень много работали. Здесь были мастерские, швейные, вышивальные. Сама Елизавета Фёдоровна устраивала благотворительные базары, где она продавала сделанные своими руками изделия. В том числе в Большом театре устраивались благотворительные ярмарки. Она там очень успешно привлекала других богатых, представителей богатых и царской семьи. И все продавали какие-то свои украшения или вещи, сделанные своими руками. То есть, вот такая сподвижница, которая... Я не могу говорить, извините, у меня так слёзы всегда наворачиваются. За плечами у меня рюкзак, а в ней лежит икона Святой Елизаветы Фёдоровны, которая приехала в этот раз из Болгарии. Эта святая меня сопровождает много лет, как-то я узнала о ней. И везде, где бы я ни была, я нахожу её образ светлый. И в Иерусалиме, и в Москве, и, конечно же, вот в Болгарии. Я увидела именно в целую икону тот образ, который меня поразил. Я долго искала икону Елизаветы Фёдоровны, потому что то, что я видела, как-то, знаете, ну вот, почитаешь ты святое, но не можешь никак лик её купить так, чтобы вот он точно совпадал с твоим представлением. А эту икону я купила на Шибке в Болгарии. Тоже её там почитают очень. И мне она показалась прям вот отражающей её суть, Елизавета Фёдоровна. Такая вот она простая, без всяких, знаете, наворотов, в очень простой белой рамке. И для меня это прям очень-очень такая важная покупка. Столько времени я осмотрела разные иконы, только это для меня связало всё воедино. И как-то, знаете, круг замкнулся, потому что Елизавета Фёдоровна, она присутствует во всей моей жизни, в моём благоговении перед Святой Землёй, в моей любви к Болгарии, в моей любви к России, к почитанию Елизаветы Фёдоровны во всех её проявлениях. В Германии мы тоже были на выставке, где были её фотографии и письма. Я была тоже на Святой Земле и ходила в церковь Марии Магдалены, где тоже была Елизавета Фёдоровна. Сергей Александрович был председателем российского палестинского общества. Очень много он сделал для того, чтобы в Палестине, в Израиле, было много русских земель, много русских подворьев. И после смерти своей матери Сергей Александрович основал, решил построить там храм Марии Магдалены. И вот на освящение этого храма он поехал вместе со своей супругой Елизаветой Фёдоровной. И когда она только вошла в этот храм, она сказала, вот бы мне здесь быть похороненной. На самом деле, я хочу сказать, панорама там. Сейчас, когда всё застроено и разрослись высокие деревья, всё равно дух захватывает. Но я могу себе представить, когда ничего не было, когда просто перед тобой открывались такие просторы, когда ты видела вот этот великий Иерусалим. Я вообще хочу сказать, что побывав в Иерусалиме, я вот понимаю, почему это земля всех религий, святая земля. Вот я не могу это объяснить словами, я не знаю, как это объяснить. Но вот с первого вздоха ты понимаешь, что здесь святое место для всех людей, неважно, какой ты конфессии относишься, но для всех людей, для христиан и для мусульман, и для людей. Это просто земля обетованная, это святая земля. Вот побывав там, представляете, она даже так сказала, вот бы быть здесь похороненным. И знала бы она, что на самом деле она и будет там похоронена, её мощь находится там. Даже не знаю, с чего начать, так много я и не знаю. Я вам рекомендую посмотреть фильмы, я в описании оставлю ссылку. Настолько для меня это важный человек, я всё время думаю, вот человек всё имел вообще, статус, титул, деньги. Ну, всё, она была принцессой, родилась принцессой, кровь у неё была королевская. Ну, вот так возлюбить близких, довериться Богу, что всё оставить ради помощи людям. Вот учиться-учиться, не переучиться, вот такого человека. Таких нет. Это точно. Вот. Очень красивое здесь место, очень тёплое. Я рада, что я принесла с собой икону. Икону. Сейчас её поставлю, покажу вам. А вот она, икона. Елизавета Фёдоровна. Мне кажется, у меня самая красивая икона. Вот так вот, будто бы на скамеечке она здесь сидит. Я её решила положить здесь, чтобы храм был виден. Вот её дом, в котором она жила после смерти мужа. А здесь, давайте ещё раз скажу, вот это вот сиреневое здание. Там кельи монашеские. Вот зелёненькое в уголочке. Это медицинский корпус. А вот это детский дом, приют для детей. Вот. Вот всё вот так было продумано. Всё было придумано. Столько любви, столько денег, столько всего вообще души было вложено в то, чтобы здесь каждый страждущий нашёл приют. Вот как-то, мне кажется, вот так символично, да? Очень. Елизавета Фёдоровна, и почему Марфа-Мариинская обитель? Я, знаете, так вот, может быть, слишком наивно и по-простому буду рассказывать, но я надеюсь, что кому-то эта информация будет важна, а кому не важна, ну, тоже послушайте, пожалуйста. Как вы знаете, если вы знаете или не знаете, когда Иисус Христос пришёл в один дом, его встретили две сестры, Марфа и Мария. И одна из сестёр начала суетиться, колготиться, как гостя посадить, как принять, чем накормить, начала работать там, туда-сюда бегать, суетиться, решать такие земные проблемы. А другая сестра села и начала расспрашивать Иисуса Христа. Иисус Христос мне начал рассказывать, проповеди читать. И вот первая сестра подошла и говорит, ну, как бы, ты тут гость же вообще-то, ты, может, мне поможешь, это же нехорошо, что надо же гостя принять как следует. На что Иисус Христос сказал, и то важно, и то важно. И служение Богу важно, и служение людям важно. И именно на основании вот этой притчи, на основании этого сказания, естественно, у Елизаветы Федоровны не осталось никаких других вариантов, как назвать свою обитель Марфа Мариинская. То есть, честь Марии и Марфы. То есть, обитель, которая будет заботиться и о духовном, и о житейском. Помогать людям и наставлять их на путь истинный. И бывают моменты, когда невозможно отделить одно от другое, а бывают моменты, когда важно, например, житейское что-то решить, или только духовное что-то решить. Поэтому она основала такой обитель. Это необычная форма для России была, и вообще многие ее даже осуждали за это. Но, тем не менее, знаете, она шла своим путем. Почему она так делала? И когда у нее нашлось на это время? Тяжелая у нее была судьба. Несмотря на счастливый брак и на нежные отношения с супругом, так случилось, что террорист Каляев бросил бомбу, и Сергей Александрович погиб. Причем погиб страшной смертью. Буквально разнесло его карету, и это случилось прям совсем рядом с их дворцом, откуда выехал Сергей Александрович. И вот рассказывают очевидцы, что святая Елизавета прям вот как была, не одеваясь, побежала, услышав взрыв, и своими руками буквально собирала останки своего мужа. Останки собирали так долго, представьте, вот такая сила взрыва была, что сердце нашло, через несколько дней на крыше другого здания. И вот эта принцесса вот так вот, знаете, небрезгая, и... Ну, я даже не представляю, я вот не могу даже на секундочку себя поставить на ее место, как это вообще возможно. после этого она дала обед, что она будет молиться, помогать бедным, обездоленным. Кстати, вот даже чуть не забыла вам сказать, что она ходила к Каляеву, который убил ее мужа, в тюрьму и носила ему Евангелие и просила у императора простить Каляеву, хотя до этого она была явной, скажем так, сторонницей того, чтобы терроризм наказывали жестоко, чтобы о нем не было нигде ни слова, чтобы это не поощрялось. А тут, когда с ее мужем случилось, вот ее настолько вера и милосердие и соблюдение заповеди Господних прощать в конкретной в личной ситуации проявились, что она даже просила помиловать Каляева. И после смерти своего супруга она взяла на себя вот эта обязанность, обязательство заботиться о бедных, больных. Пришла революция, она продолжала служить в этой обители и когда арестовали всех Романовых, пришла, конечно же, ее очередь, и она, конечно же, понимала, что ее тоже арестуют, никуда она не бежала, были у нее предложения разные вывести ее, даже вплоть до того, что крестьяне приезжали и говорили, давайте мы на подводе вас отвезем, спрячем, потому что такая любовь у нее к ней была безграничная. Ну, она с открытым лицом пошла на смерть, потому что она понимала, что на то воля, наверное, она и на то, она также она знала, что великих князей арестовали, и она хотела быть тоже со своей семьей. Я уже сказала, что детей у них своих не было, но они много способствовали тому, чтобы сиротство в России меньше страдало. Также они воспитывали двух детей родного брата Сергея Александровича. очень она их любила, Мария и Дмитрий. Вот она и показывала им. Ну, вообще, они воспитывали их и показывали такой пример своим. Ой, не знаю, столько я всего знаю, не могу, не могу, прям, знаете, мыслями все собраться. Может быть, даже стоит потом еще что-нибудь рассказать такое более интересное какие-то факты. Но я думаю, что вы можете сами посмотреть видео про эту семью и про эту женщину и про то вообще, какие она делала вещи в своей жизни. Сейчас расскажу, давайте сейчас я уже закруглюсь с выпуском, расскажу вам, как она умерла. С ней пошла ее Иннокене Варвара, я вот сейчас тоже вам на этом расскажу и сейчас расскажу непосредственно о смерти. Музыка Музыка Какая же смерть постигла Елизавета Федоровна? Ее, всю ее семью в царской остатке скинули в Лапаевскую шахту. Как показывают очевидцы, скорее всего, их сначала ударили и скинули, но не все упали прямо на дно шахты. В частности, вот ее труп и труп еще молодого князя были найдены на таком приступочке. И что меня, знаете, поразило? Наверное, они не погибли сразу, потому что у этого молодого человека были переломаны конечности, и эти переломы были перевязаны куском платья Елизаветы Федоровны. То есть, представляете, в таком положении оказаться еще и оказывать помощь своим близкому человеку. Мало оказалось, конечно же, большевикам просто скинуть, они еще туда гранаты покидали. Но опять же, как рассказывают очевидцы, оттуда, из этой ямы, из этой шахты слышались молитвы, молитвенные пения, и вот некоторые из палачей сошли с ума, не выдержали такого испытания, сошли с ума. Потом пришли белые, и белые достали естественно останки нетленные, и еще два с половиной года эти останки везли в Иерусалим через Китай, туда-сюда. Я даже не могу себе честно сказать представить, как они там эти восемь гробов туда-сюда возили, не туда-сюда везли, и там, например, я так себе думаю, идет война гражданская, пришли сегодня красные, завтра белые, надо же пробраться, надо же перевезти, это же не просто так с чемоданом, это же гробы. Но в итоге Елизавета Федоровна доехала до Святой Земли, и вот она похоронена в этом храме Мария Магдалена, в котором и была мечтала быть похороненной. Здесь сейчас в Марфо-Мариинской обители есть ее нетленные мощи, но я вот была, когда в Израиле, я прям прикоснулась к ее останкам. Тут же находится Иннокене Варвара, которая тоже погибла, естественно, вместе. и вот они там вместе покоятся в этом красивом месте, там так поют птицы, там так красиво в этом. Если будет у вас возможность, обязательно посетите церковь Марии Магдалены в Иерусалиме. Здесь сходите в Марфо-Мариинскую обитель, я вам очень рекомендую. Я уже говорила, что там есть бесплатные экскурсии, оставлю ссылки, как-то записаться, как сходить, как посмотреть интерьеры, послушать про нее и вообще прикоснуться к такой великой женщине. Сейчас бы были у нас хотя бы несколько человек таких. Мне кажется, наша жизнь была бы у всех лучше. сходить. Очень приятный здесь сквер, розочки уже почти. Вот такие вот садовники уже подготовили, сквер, прям совсем к цветению, а вот сейчас я иду в часовню, здесь еще на территории есть часовня Елизаветы Федоровны, какое милое растение. Не знаю, как называется. А, что-то там ягодки какие-то бывают, не знаю, как называется. Ой, а вот здесь, представляете, вот тоже, видите, розы здесь, представляете, как здесь красиво, когда здесь, может концерты какие-то дают, не знаю, или может выступает кто-то, видите, лестница. Не знаю, не была здесь никогда в такой момент, когда что-то было. Прям совсем пахнет весной. Вот на часовенькой. Внутри я сейчас зайду еще покажу вам, если там открыто, какие там красивые росписи. Внутри я сейчас не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok